Один турок, друг моего отца, спас его и в течение трех дней, двигаясь тайными дорогами, вывел его к русской армии. Иногда в подходящих случаях при гостях, когда в разговоре всплывала эта тема, его глаза увлажнялись и он выговаривал. Турки были хорошими, турецкий крестьянин всегда был благожелательным к армянину. Он был настолько дальновидным, что под конец обязательно повторял это. Турецкий крестьянин, даже вся турецкая нация, хорошо относились к армянам. Армяне были им близки, но курды воспользовались этим. Курды здесь натворили много плохого, ограбили нас. Они отбирали даже те наши вещи, которые были при нас. Так говорит о турках и годах переселения армянин, непосредственно переживший эти события. Но есть и другая действительность – убийства, совершенные теми, кто утверждает, что подвекся геноциду. От покушений и убийств, организованных армянскими террористами в разных точках мира, в отношении турецких должностных лиц и невинных турецких граждан, остались только кровь и слезы. Чрезвычайный полномочный посол Турции в Вене, Даныш Тунали Гиль, был одним из тех, кого убили армянские террористы. Здесь у меня есть друзья армяне. Они опускают голову передо мной, как бы чувствуют себя виноватыми. Они очень переживают и скорбят, так как они не могли бы желать этого. На самом деле, эта Асала ошибается. Она причиняет зло не только нам, но и своей стране. Террористы портят наши отношения. Не хотят, чтобы мы помнили друг друга, установили дружеские отношения. Значит, они даже не являются армянами. Я так думаю. К армянам у меня нет ненависти. Армяне одно, Асала другое. Асала – совершенно другое дело. Вдова турецкого дипломата, муж которой был убит террористами из Асала, говорит, что была бы ошибка обвинять в этом всех армян. Говорит, что армяне и турки – друзья. А вот что говорит один армянский ученый. Если кто-нибудь побьет, убьет моего брата, то я не обращусь даже в суд. Никому не скажу. Если у меня есть пистолет, то я сразу же убью этого убийцу. Те, кто вчера одевал своих детей в униформу армянских повстанцев с кинжалами о вооружении, сегодня в своих школах заставляют их клясться отомстить. Стекаются к памятнику геноциду, возведенному во имя недоказанной претензии. Армянская школа – наша надежда. Она фундамент. Там мы обучаем наше новое поколение в духе армянства. В Армении в армянских школах за пределами Турции детей заставляют проносить клятву о мести. Иногда мои друзья армяне рассказывают о том, что начиная с двух лет, с момента становления у них самоидентификации, они растут, слушая речи о своих отличиях от турков и о том, каким образом турки превратили их в жертв. В этом процессе личностное развитие и взаимосвязь с таким мнимым тезисом начинает восприниматься как норма. И человек, став взрослым, вынужден довольствоваться такой личностной идентификацией. Сегодня весь мир, наряду с террором, превратившимся в глобальную угрозу, говорит также о войне религий или цивилизации. Можно ли говорить о влиянии религии на эти давно прошедшие события? Я нисколько не сомневаюсь в том, что все религиозные проблемы, которые мы сейчас стараемся решать, притянуты и имеют своим источником религиозные различия. Я уверен, что в этом большую роль сыграли миссионеры. Отношения начали портиться после 1840-х, 50-х годов. Армяне сравнивают свои претензии с геноцидом евреев. Но насколько это согласуется с международным правом? Как оценивают эти события евреи, непосредственно пережившие геноцид? Во время Второй мировой войны вся мощь такого индустриализованного государства, как Германия, была направлена на уничтожение одной определенной группы людей, у которой не было другой вины, кроме того, что они были евреями. И среди 6 миллионов убитых свыше полтора миллиона были дети в возрасте до 12 лет. Думаю, что это не имеет прецедентов. История не знает другого подобного случая. Похоже, что армяне, которые в наши дни стараются уравнять себя с евреями, забыли все преступления, которые они совершили против евреев. Армяне, которые служили офицерами в нацистской армии Гитлера, были главными персонажами тех кровавых страниц истории. На Кавказе действовали армянские батальоны, служившие нацистской Германии. В Германии выходили армянские газеты, поддерживающие нацистов. Известим вопрос Гитлера. А кто помнит армян? Я могу вам точно сказать, кто помнил армян. Гитлер. Одна из глав книги, над которой я работаю сейчас, называется «Армянские нацисты Гитлера». В 1935 году сотни тысячи добровольцев начали бороться за арийскую расу. Они были вместе с нацистами. Даже имели возможность раз в неделю делать радиопередачу. У них были и газеты. В конце концов, можно сослаться на ни кем не доказанные фальшивые документы и говорить, что Гитлер сказал так. Гитлер помнил армян. В 1943 году Гитлер объявил армян такими же арийцами, как и немцы. Армяне, конечно, вели переговоры с Гитлером, чтобы он объявил их арийцами. Когда вы сегодня смотрите на Армению, то видите арийскую расу. Значит, здесь живет свыше 95% армян. Всех остальных уже выставили вон. Если вы представитель меньшинства, то не можете работать в каком-либо государственном учреждении Армении. Между 1935 и 1945 годами, то есть за 10 лет, они успели поближе познакомиться со своими сообщниками по преступлениям. И сегодня делают то же самое. Значит, Гитлер помнил армян. Армяне были его сообщниками. Я думаю, об этом необходимо хотя бы говорить. Тезис о геноциде используется как философская база действий, направленных на создание так часто акцентируемой Великой Армении. Замышляется нарушение территориальной целостности другого государства. Мы, армяне Алеппо, вместе с армянами, выходцами из Мардина, Мараша, Казана, Малати и Сиваса, верим, что Киликия является нашей родиной и требуем те дома в качестве законного наследства. Раз так, то мы, жители США, передадим все наши земли мексиканцам, ибо Техас и многие другие штаты принадлежали им. Остальные из нас европейцы, то есть мы вынуждены будем вернуться в Европу, потому что американские аборигены владели этими землями задолго до нас. Если армянский подход довести до логического конца, никто из нас не относится ни к какой местности. Великая Армения, которую хотят создать армяне, вопреки международному праву, вопреки праву на национальный суверенитет, включает в себя территорию Турции. В Конституции Республики Армении также имеется ссылка на Великую Армению. Карский договор – это договор, который остался со времен Советского Союза. То есть Армения в качестве государства-наследника или государства-переемника должна была признать последствия этого договора. Но она молчит по поводу этого договора, то есть не признает его. Во многих местах Анатолии обнаружены массовые захоронения. О массовых убийствах, совершенных армянскими комитетчиками в деревне Хак-Мехмед Игдирской области, свидетельствуют также и иностранные ученые. Особенно надо отметить одну деревню, деревню Хак-Мехмед. В эту деревню я тоже поехал. Там нашли массовое захоронение, где были останки турков, убитых в ходе этих событий. Там было около 30 молодых женщин. Это можно было понять по их одежде. При нем был сын, лет 20-22. Армяне сказали, а этого мы принесем жертву тебе. Так они говорили. Он был моим старшим братом. Уложили его на землю, а потом отрезали ему голову. На глазах отца отрезали ему голову. Не остались в живых мусульманских мужчин. Сначала арестовали, потом начали убивать, детей сварили, и говоря женщинам. Вот, угощаем вас ягнятиной, заставили их съесть. Геноцид, совершаемый армянскими комитетами, вызвал протест даже у российских командиров. Вот текст телеграммы, найденной в тайниках архива ЦК КПСС. В тексте телеграммы от 29 января 1915 года говорится о действиях армянских комитетчиков. Из донесений, поступивших в штаб армии, стало известно, что некоторые армянские комитетчики, явившись в города и другие населенные пункты, захватывают здесь дома, не слушаются приказов командира гарнизона. Недисциплинированность и аморальность этих отрядов дошли до такой степени, что они совершают разного рода насилие над гражданским населением. Полковник Яковлев Во всяком случае, взятие Вана, после чего там были уничтожены жившие там турки, были грабежи, были насилие. После этого подошла русская армия, ее пустили уже в завоеванный город, и русские офицеры действительно видели факты и грабежей, и насилия, и убийств. И об этом документы военные... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok